А Юго-Западная Лигия начинается встреча между командами Приоритет и Торпедо Гагаринский. Приоритет, соответственно, в красном, а Торпедо в белых своих цветах начинает этот матч. И начинают они его при довольно неплохих позициях в чемпионате. Приоритет идет на втором месте, имея в своем активном 21 очко, но имея две игры в запасе по сравнению с остальными. Ну, не со всеми, но с многими конкурентами. Но в первую очередь с трейдер-тим, которые идут впереди. Поэтому при благоприятном исходе могут они и догнать своих соперников. Но об этом позже. Все предматчевые расклады, наверное, мы оставим. Но потом, пока у нас опасный удар по воротам наносит 77 номер. Это Федор Гребенников едва-едва не попал в девятку ворот. И приоритетом. Ну, приоритет тоже в целом. Приоритет Торпеда Гагаринских тоже в целом идет неплохо на четвертой позиции. И так же, как и приоритет, имеет две игры в запасе. И тоже может свое положение улучшить. Но для этого, естественно, нужно одерживать победы. Это не так-то просто, когда сталкиваешься с вот такими вот соперниками по лиге. Ну, наверное, стоит называть составы, пока у нас игра не так быстро развивается. Хотя уже момент на первой минуте мы имели. Состав команды приоритет. В воротах. Александр Баблоев, первый номер. Артем Афонин, 21-й. Виктор Балуда, 5-й. Алексей Барышников, 10-й. Антон Бородин, 14-й. Иван Воблов, 13-й номер. Егор Кабалин, 6-й. Кирилл Комаров, 3-й номер. Владислав Сологуб, номер 7-й. Максим Смирнов, 11-й. Антон Филонов, 2-й. Дмитрий Чумаков, 4-й. И Александр Янаков, 31-й номер. Атаков в состав команды приоритет. И сегодняшний соперник. Торпеда Гагаринский. В воротах. Виктор Еремин, под номером 1. Седьмой номер. Дэнни Гераев. Федор Гребенников, уже названный. После того опасного момента. Номер 77-й. Иван Ивановшкин, 4-й номер. 19-й номер. Эмиль Кулиев. Пока у нас атака от приоритета. Проходит, но неудачная передача. Продолжим. Дальше оглашать состав. Михаил Люличев, номер 23. Виталий Магдыч, 10-й. Сергей Нижегородцев, 13-й. Денис Рыгалин, 18-й. Александр Сунцов, 27-й. Виталий Фомин, 88-й. Артем Харченко, номер 11. Илья Чекалин, 12-й. И Вячеслав Шуяков, 21-й номер. Помимо турнирного значения, игра имеет принципиальный характер еще и для некоторых игроков команды. Говорю я о Алексею Барышникове из приоритета. И о Вячеславе Шуякове из торпеды Гагаринской. Потому что для них их сегодняшний соперник далеко не чужой клуб. Играли они, соответственно, Барышников играл за торпеда. А Шуяков играл за приоритет. Поэтому принципиальность этого матча, я думаю, для них еще и еще возрастает. Ну и интересно будет именно за ними понаблюдать сегодня, как они себя проявят против своих бывших клубов. Пока у нас в атаке торпеда Гагаринский. Пас налево. Пока они в основном мечом владеют. Но до удара во второй раз в этом матче довести не удается. Перевод мяча на противоположный фланг. Здесь Нижегородцев. Ну и вновь видно, что нацелены на удары игроки торпеды Гагаринского. Бьют с дальних дистанций. Но пока что в створ эти мячи не летят. И не дают они вступить в игру галкипером Александру Баблоеву. Так, ну а что, здесь мяч покидает пределы поля. От кого? Судя по всему, от игрока приоритета. Потому что, ну уж очень он активно бежал с этим мячом. Вряд ли бы он это делал, зная, что угловой ждет его команду. Да, так оно и происходит. Удар от ворот. Торпеда будет исполнять. Далекий вынос. Ну и кто здесь за мяч зацепится. Чей будет подбор? Подбор в итоге остается за приоритетом. Пас назад. Еще дальше. Передача проходит. Прострел. Можно бить поворотом. И нужно это делать. Удар спасения какое от галкипера. Торпеда. Это Виктор Еремин. Но дальше нарушение правил. Фиксирует арбитр. И будет, как я понимаю, штрафной. Да, так оно и происходит. Виктор Еремин, кстати говоря, Человек известный, я думаю, многим в любительской футбольной лиге. Много где поиграл. И многократным чемпионом ЛФЛ и Юго-Запада является. Ну и так, на всякий случай, долгое время был дублером небезызвестного Андрея Лунева. В одном из клубов ЛФЛ. Когда Андрея Лунев еще звезд с неба не хватал. Поэтому фигура знаковая. И сейчас он продемонстрировал свой опыт и свой послужной список во всей красе. Прекрасно броски, спасая свою команду. Счет 0-0, да. Но событийное начало. Много чего произошло. Атака в одну сторону, атака в другую сторону. И шансы у тех и других счет открыть. Но пока по нулям. По нулям. И у нас остановка игры в связи с тем, что ждут игроки, пока мяч вернут, соответственно, в игровой процесс. Вот он, собственно, и появляется. И голкипер. Нет, защитник. Будет вводить мяч в игру. Предпочитают. Ну так, вводить мяч игроке торпеда. Далекий заброс. Но мяч никого не касается. Переходит в руки к Александру Баблоеву. Пас направо. Заброс вперед. Здесь остается мячом. Игрок приоритетом. Можно пробить. Удар в итоге следует. Бил по воротам. Цей Барышников. Как раз уже нами анонсированный. Но удар на себя принял один из игроков обороны. Торпеда Гагаринский. И момент, как таковой, себя исчерпал. Торпеда. В прессинге. Мешают активно. Но пока удается. Мячом оставаться. Играм приоритеты. Хороший выход из обороны. Отличная передача поперечная. Но достать этот мяч удастся. Нет, не удается. Слишком сильно. Мяч предательский ускальзнул. За лицевую линию. Но отмечаем. Хороший пас через всю площадку. От Владислава Сологуба. Увидел партнера. И тут же постарался снабдить его передачей. Но слишком сильно получилось. В итоге потеря. Заброс вперед. Подбор остается за торпеда. Пас на правый фланг. С мячом. Мак Дэйч. Прострел. Накрытый. А вот. Еще и так удачно. Удалось накрыть. Эту передачу. Что мяч в итоге игрокам приоритетом. Пришел. Если я правильно все вижу. Егор Кабалин это был. Замена. Тем временем у торпеда появляется. Вячеслав Шойков. Тоже нами анонсированный. На поле. Если даже активно в игру вступает. Но пока мяч к нему не пришел. Пока надо обороняться. Приоритет в атаке. Хороший финт. Удар поворотом. И каким-то чудом мяч проскальзывает. В каких-то сантиметрах от дальнего угла. Но все очень здорово было исполнено. Первый финт. И второй. Ну и прострел. Я не знаю прострел это был. Или удар поворотом. Сложно так однозначно сказать. По-моему как раз таки опять барышников это был. Было там два человека. Которые могли замкнуть. Но слишком сильно мяч был послан. И среагировать вовремя не получилось. Очередная атака от приоритета. Очень неплохая. Возможно даже самая опасная в этом матче. Но голу она не приводит. Не точная передача. После выноса мяча от ворот. И торпеда вновь. В прессинг вступает. Здесь тык. И не точный пас. Отдает игрок торпеда. Сейчас это Эмиль Кулиев был. Партнер не понял его замысла. А тут атака. Хороший. По задумке пас отдавал Алексей Барышников. Но два защитника сумели прикрыть момент передачи. А здесь контратака получается. Нет не получается к сожалению. Для игроков торпеда. Но выжили из этой ситуации угловой. Тоже неплохо. Все-таки численное меньшинство. В данном конкретном моменте у них было. Всего три игрока атаки. Против четырех-пяти наверное игроков обороны. Угловой. Посмотрим как с угловыми дела стоят. У торпеда подача на дальнюю. Скидка. Но прямо в руки вратарю не успел никто. На опережении сыграть. Но теперь надо бежать назад. Большими силами торпеда пошла на этот угловой. Но на их счастье розыгрыш у их соперников не удался. И вновь они в атаке. И еще один корнер. На сей раз быстро разыгрывают. Прострел. Рикошет. И можно бить поворотом. Сваливается мяч с ноги. И выносится подальше. Еще на свеча. Кто за мяч зацепится. Толчок в спину. Судья не фиксирует фол. Чекалин. Дал передачу направо. Но здесь опасно. Так в обыгрыш. Пошел Нижегородцев. Едва его не обокрали. А здесь отскок удачный для торпеда. Будет Ау. В их сторону. В сторону, конечно, соперника. В их пользу, естественно. Опасная передача. В итоге она не точна. И совершенно ненужный Аут получает на свои ворота приоритет. Тут очередные замены, судя по всему, проходят. Посмотрим, у кого. Снова у торпеда. Появляется Александр Сунцов на поле. Занимает место на подборе. Бросок мяча из Аута. Как раз-таки в районе Сунцова нет. Не дойдет мяч до него. Покидает он пределы поля. Будет Аут. Или даже нет. Удар от ворот. Будет вводиться. Да, быстро здесь разыграли. И бежит сразу же торпеда в прессинг. Давят большим числом. Здесь пять человек. Аж выдвинулся на тяжелую половину. Но это им не помогло. Атака от приоритета. Хороший пас. Но дальше уже перехватывают. И ответ уже от торпеда. Можно направо отдать передачу. Что там щекален. Но затянул. Слишком долго искал Сунцов кому отдать передачу. И в итоге его накрыли. Ну и берет такую небольшую паузу сейчас. Виктор Еремин. Придержал он мяч у себя. И бросает его вперед. Правда там никто не открылся. Не предложил себя под эту передачу. Вынос от игроков приоритет. Аут. Будет вводиться. Заброс вперед. Но никто не побежал. Не ожидал. Мне кажется что здесь чекален. Что он именно тот адресат для передачи. Он пропускал мяч. Но за спиной уже никого не было. 0-0 по прежнему. Почти половина тайма позади. А вот это опасно. После выноса от вратаря. Штанга. Какой удар. Да. Но вот это не везение. Конечно здесь у нас похожа травма. У седьмого номера. У Дени Гераева. Получил как раз столкновение с игроком приоритета. Не знаю был ли там фол. Сложно сказать как раз Барышников это был. Оттеснил он. Гераева от мяча. И вышел один на один. Но поразить цель ему не удалось. Совсем немножко не хватило для гола. Но вот он самый опасный момент встречи на данную секунду. На сыгранные 14 игровых минут. Чем ответит торпеда. Все-таки таких жирных моментов у них не было. Были подходы. Были удары. Но называть это моментами. Тем более приравнять это к тому, что было сейчас. У приоритета нельзя. Еще один проход от Барышникова. Довольно опасный. Но здесь уже выходит Еремин на перехват. И выбрасывает мяч вперед. Начекалин. Начекалин. А вот будет ваить приоритет. Мяч ушел от игрока торпеда. Замена торпеда тем временем. Виталий Фомин под 88 номером появляется. На позицию центрального нападающего. Здесь опасный такой обрез мог бы возникнуть. Но уже такая позиционная скорее атака. Попытка точнее ее провести. Вот приоритета. И попытка эта ничем не увенчалась. Мяч достается. Торпеда. Будут они мяч вводить из-за боковой. Но пока некому здесь. Приоритет высоко располагается. Только по бровке, пожалуй, бросать. Да, так оно и происходит. И спокойно отбирает мяч. Игроки приоритета. Это Сологуб спокойно отыграл защитнику. Момент мог возникнуть. Но уже стерегут. Барышникова. Тем не менее, а вот он заработал. Ну и, наверное, будет загруз туда в штрафную. Да, так оно и происходит. На месте защитники. Но убежать в контратаку тоже не получается. Хотя высказывает претензии сейчас Сунцов. Считает, что его держали. Но арбитр так не считает. Да и я, честно говоря, тоже не увидел. Там нарушение правил. Контактная борьба. Не более того. В данном эпизоде. Очередной вот мячается за боковой. И снова, наверное, мяч будет загружен в штрафную. Так оно и происходит. Скидка, попытка, точнее, скидки тоже неудачная. Накрывают передачу от Воплова. Ну и третий возможность за неполные полторы минуты что-то из-за аута извлечь. Заброс. Снова ту же зону и уже практически с линии ворот выносится мяч. Вот еще один опасный момент. И снова создает его приоритет. Но судя, похоже, не даст угловой, потому что увидел он толчок в спину со стороны Барышникова. Да, так оно и происходит. Но это не... Тем не менее, неозначающий момент не был опасным. Он был еще каким. Шанс очередной приоритет упустил. И за боковой. Торпеда вводит мяч в районе центра поля. Заброс вперед, но слишком слабо. Здесь уже защитники приоритета успели расставиться. Хорошая передача Барышников. Догонит ли мяч сложная передача, но догоняет. Его на самой кромке поля. Но в итоге делают это для того, чтобы потерять мяч в этой же самой точке. Замена вновь готовится. Судя по всему. Вижу я у кромки поля Артема Харченко. Но пока не он на поле появляется. А 21 номер участок Шуйков, который уже на поле выходил. Потом снова менялся. И вновь появился. Ротация в стане торпедовцев. Происходит. У приоритета пока все-таки не так много замен. Хотя... По длине скамейки все-таки тоже команда не самая последняя. Есть кому выйти. Но усилить ли вопрос? Видимо, пока тренер считает, что... Не время для замен. Не знаю. Хорошая передача. Можно бить по воротам. Прострел. Но не лучшее решение. Чекалин принял. Пробил практически по центру ворот. И вратарь легко с этим ударом справился. Еще одно попадание на сервер защитника. Но здесь уже пришлось вступить в игру Баблоеву по-настоящему. Хороший плотный удар в ближний угол. И кулаками тот выбивает мяч в аут. Еще на свеча. Дотвипиться за мяч не получается. Остается он у торпеда. И в итоге они его теряют. Но хотя еще можно за него добороться. Нет. Остается он у приоритета. Заброс вперед. Ну, друзья. Пенальти ставит арбитр в максимально не подходящей для этого ситуации. Игра контактная в корпус-корпус. Абсолютно точно. Хорошо, не абсолютно точно. Я все-таки не буду истину здесь глаголить. Возможно, что-то я не видел. Но на мой субъективный взгляд, это игра по правилам. За которую пенальти назначаться не должен. Но у Антона Погодина, главного судьи этого матча, другое мнение. Он увидел здесь игру не по правилам. Он не знаю. Может быть, на другое поле смотрел или что-то еще. Но момент абсолютно игровой. Ладно. Барышников против Еремина. Пенальти забивает Барышников. Ворота своей бывшей команды. И приоритет в счете повел, забив с, мягко говоря, спорного пенальти. Две трети тайма позади. Не сказать, что приоритет владеет каким-то колоссальным преимуществом. Да, пожалуй, все-таки территориально, да и мечом они владеют почаще. Но в целом игра все-таки равная. И моментов, может быть, больше было приоритета. Но в целом я бы не стал говорить о каком-то доминировании на поле. И пенальти это совершенно не по делу. Но удар поворотом очень хороший. Сразу же вот так нужно отвечать, конечно, на такие моменты. Едва-едва не сравняли счет игроки торпеда. Поддача углового. Можно бить поворотом. Не дают это сделать. Передача не проходит. Но здесь торпеда с мячом остается. Гребенников затянул с передачи. Теперь только назад двигаться. И отдавать куда-то партнерам. Какой выберет Гребенников? Путь хорошая передача. Еще дальше Фомина дает. Теперь направо уже пас идет. Но здесь уже... Ой-ой-ой. Жестко так мяч прилетел. Не успел я номер увидеть. Кто это был? Один из защитников. Приоритет сейчас ему непросто. Приходится. Сбили дыхание. И пока не поднимается он. Ну, вроде все в порядке. Все обошлось. Это Антон Бородин. 14 номер. Да, все хорошо. И на штангу он становится. Теперь не подают. А разыгрывают. И очень здорово. Ну, такое нужно решать. Ну, как же так-то? Если не забивать такое, на что рассчитывать? Я не думаю, что это был пас от 18 номера. Торпеда от Рыгалина. Он бил скорее поворотом, но попал точно в своего партнера. И тот уже с 3 где-то метров бил в упор. И угодил в галкипера. Ну, не то чтобы... Хорошо. Может быть, не он угодил в галкипера. Может быть, галкипер. Грамотно действовал. Но здесь, скорее, в совокупности все. Не сравняли счет игроки. Торпеда. Сейчас, насколько за них подача. Зря не успел, наверное, голову поднять игрок торпеды. Потому что можно было мяч опускать на землю. И там уже что-то придумывать. Никто не накрывал. А сейчас в атаке. Приоритет. Но атака не увенчалась опасным моментом. Сологуб пытался пробить. Поднимает он руку. Как бы извиняясь перед партнерами за то, что взял на себя. Игру в данном эпизоде. А я поделился с партнерами. Но момент уже за игром. В любом случае. Нужно играть дальше. Тем более, играть-то не очень много. В первом тайме осталось. Поэтому максимально аккуратно нужно действовать у своих ворот. Скидка слишком сильная от Фомина. Заброс вперед должен перехватываться легко. Но вот здесь вот срезка, которая, правда, никак не помогла приоритету за мяч зацепиться. Ну а сейчас к своим воротам. Попятался. Игрок торпеда. Это Макдыч был. Едва не привез. Но все еще. Атака. Приоритета продолжалась. Даже до удара делал Девелин. Ой-ой-ой. Какой подкат. Будет ли карточка? Нет, не будет. Но слишком, на мой взгляд, агрессивным. На этот мяч пошел Эмиль Кулиев. Чересчур жестко. Действовал. Пауза у нас возникла. Но вроде бы все в порядке с игроком. Получишь на повреждения. Все живы-здоровы. Заброс вперед. Фомин. Хорошая скидка. Еще дальше можно дать на Макда. Еще нет. Вместо этого удар поворотом с левой ноги наносит Шуяков. Но не попадает. Пока один у нас анонсированный футболель забил. Второй еще не поддержал его. Посыл. Его порыв. И счет по-прежнему. Минимальное преимущество команды. Приоритет. Какие-то проблемы с выносом мяча. Повторить просит судья. Ну и вынос от приоритета тоже ни к чему не приводит. А вот это неплохо. Хорошая скидка от Макда. Дальше налево. Переводит мяч. Кулиев. Но потеря. Здесь Кулиев должен мяч подбирать. Назад передача. Ну а что здесь? Не знаю. Что хотел сделать Люличев. Либо это был пас на игрока. На нечто протое находящегося. Либо на краю. В итоге угловой момент какой. Не забивает Фомин. Но последние минуты явно остаются за торпедом. Приоритет так немножко отдал территорию. Отдал мяч. И сконцентрировался на обороне собственных ворот. Пока им это удается. Но подходы появляются потихоньку. И посмотрим к чему приведут. Заброс вперед. Здесь Галкипер мяч ловит. И быстро вводит в игру. Можно контратаку провести. Хорошая передача. Угловой. Угловой удар. Пошел его исполнять Владислав Сологуб. Номер седьмой. Ну и мало. Такая малочисленная бригада игроков. Приоритет пошел на этот угловой. Тем не менее довольно опасно получилась подача. Но никто не сумел замкнуть. Ну и вновь мяч Галкипер приходит. Забрасывает тут его вперед. Здесь отскок от газона на Фомина. Для Фомина удачный. Фомин. Сохранить мяч не удалось. Но остается. Мяч за торпедом. Будут опять бросать, наверное, из-за боковой. Штрафную бросают. И попытка подправить мяч. Неудачная выносит мяч приоритет подальше от собственных ворот. Да, поджали. Поджали в концовке торпедовцы своих соперников. Я уже, я думаю, смотрят на секундомер. Хотят. Ведя в счете. Уйти на перерыв. А времени-то осталось совсем немного. Полторы минуты. Есть еще время. Что-то путное создать. В атаке у тех и у других. Сейчас приоритет в атаке. Но передача прерывается. И аут будет вводить игрок команды. Приоритет. Антон Филонов. Нет, переадресовал партнеру. Сам пошел в штрафную площадь, но мяч до него не доходит. Череда отскоков и мяч в итоге у приоритета оказывается. Возможно, одна из последних атак в этом тайме. Но пас неточный. Будет удар от ворот. Еще и за мячом, я думаю, не быстрым. Пойдут игроки торпеда. Поэтому, вероятно, стоит думать, что в первом тайме уже ничего интересного мы не увидим. Но посмотрим. Загадывать не будем. Может быть, добавишь что-нибудь в судья. Хотя вроде бы и не было особенных остановок для этого. Свеча загорается над полем. Приходит к приоритету. Хорошая остановка, но никого из партнеров поблизости не было. Ну и вынос вновь уже теперь от торпедовцев. Кто за мяч зацепится. Цепляются. Приоритет. Неплохая стенка. Получится ли вывести кого-то на удар? Попытка исполнить Рабону. Ну, похвально. Похвально от Филонова. Но сложно это было сделать. И в итоге провалилось. Задумка. Время у нас истекло. Посмотрим, сколько еще судья добавил. Ну, это желтая карточка. Да. Ой-ой-ой. У нас игра. Сейчас загорится. Жесткий такой подкат. Но еще жестче было. Продолжение момента. Судья выписал две желтые. Уже даже за то, что было после скорее. Кстати, не игроков. Торпедный угол. Штрафной удар. Вероятно, последний шанс для торпедовцев забить в раздевалку. У мяча Михаил Люличев. Что-то он долго с арбитром обсуждает. Не знаю, с чем он связан. Видимо, может, момент предыдущий еще в памяти. Свеж. И какие-то вопросы по его трактовке. Люличев у мяча. Можно бить, можно подавать. Можно что-то среднее исполнить. Люличев бьет низом. И аут. Назначается. Судья все еще не дает. Свисток. Видимо, добавил он некоторое количество времени. Заброс вперед. Подбор остается за торпеда. Вынос. И приходит мяч точно в руки к Виктору Еремину. Тут, правда, в руки мяч берет только сейчас. Смотрит уже, судья на часы. Пока свисток не дает. Атака еще есть в распоряжении торпедовцев. Хорошая передача. Но не удается мяч обработать. Ответ. Приоритета не получается. Кулиев налево. Еще дальше передача. А это уже не проходит. Вот это неплохо. Иванушкин на фланге. Заводили здесь с мячом. И в итоге мяч пришел к торпедам. Снова будет загруз вперед. Ой-ой-ой. Какой жесткий стык. Сейчас пытался через себя бить. Кулиев попал по голове. По-моему, Чумакову. Если я правильно увидел номер. И желтая карточка, пожалуй, оправдана. В этом эпизоде. Хотя и высота была не самая большая. То есть опасная игра, наверное, это не зовешь. В том плане, что мяч был на уровне где-то пояса. Но все равно. Это был Филонов. А не Чумаков. Прошу прощения. Второй, а не четвертый. Ну и вынос от ворот. Мяч остается. Оставал, точнее, под контролем. У приоритета. Будут они сейчас попадать мяч из-за боковой. Ну и тоже загруз вперед. Здесь без каких-то придумок, чего-то сложного. Бросают. Ну и все. Это последнее действие в этом тайме. Ждем второй, в котором все решится. Перерыв. Продолжение следует... 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 Точка, может быть, не самая опасная, но если разыграть грамотно, можно что-то из этого извлечь. Отсчитывает арбитр положенное расстояние до стенки. Вовлов туда встает. Нет, розыгрыш здесь просто набрыживаем. Янаков. Много игроков в красном находится в штрафной. Можно было им грузить, но Янаков пошел сам и правильно сделал, потому что заставил он тем самым Сунцон на себе спалить. Штрафной уже в более выгодной позиции. Вот игроков приоритета. Отсюда можно уже подавать спокойно. Да и бить можно, но вряд ли. Вряд ли сейчас Алексей Барышников отсюда наносить будет удар. Хотя в LFL большая часть штрафных все-таки пробивается именно в створ. Ну, пытается, по крайней мере, туда мяч направлять. Бьет Барышников, но мимо пытался в обвод стенки между закрутить, но не рассчитал силы удара. Снова приоритет забирает подбор. Не может быть в атаку провести, но сейчас прочитал эту передачу. Седьмой номер Дэн Гераев. И сыграл мяч, но правда, сыграв мяч, он попал еще и по ноге своему сопернику. И тот пока подняться тоже не может. Если я правильно вижу, это как раз Киснов-Сологуб. Да, так оно и есть. Только-только он вроде как пришел в себя после предыдущего эпизода. Как тут же очередной момент подоспел. Но все вновь обошлось. Выходит Галкибер, торпеда. И мяч забирает. И Ревен вводит мяч быстро в игру. Ну а что здесь практически удалось Филонову мячом овладеть. Но уже после момента мяча у него выбили. И снова Филонов. И снова оборона оказывается сильнее. Угловой удар. Пока не очень опасный стандарт и у тех, и у других. Но может быть сейчас что-то получится. Нет, слишком низко. И легко довольно. Этот мяч выбивается из штрафной. Да так выбивается, что даже контратака. Может получиться пас на левый фланг. Сунцов. Можно бить рикошет. И приходит мяч в руки со второго раза к вратарю. Но как-то странно он сейчас действовал. Мог и привести мяч к своим воротам. Здесь Фомин прессингует. Но удается выйти с потрессинга. И очень эффектно удается это сделать игрокам. Команды приоритет. Передача до Янакова не доходит. Получится ли ответ? Быстрый у торпедовцев. Снова пас неточный. Но тут уже Кулиев успел быстрее соперника. И мяч для своей команды сохранил. Да так сохранил, что еще стандарт заработал. Который сам же сейчас будет исполнять. Кулиев у мяча. Но будет равен створ ворот подавать, полагаю. Да, так оно и происходит. Но слишком сильный мяч. И в воротам всех остальных, естественно, тоже перелетает. Неточная передача. Кулиев мяч перехватывает. С левой ноги решается пробить. Неплохо. Неплохо. Не дернулся сейчас. Баблоев. Не знаю, был ли он так уверен, что мяч идет мимо. Или просто не успел строгировать. Скорее все-таки, я думаю, первое. Успел сориентироваться в ситуации. И не бросаться. Почем зря за мячом. Но отмечаем ошибку. Приоритета, которая привела к контратаке от их соперников. Хороший заброс и удар головой. Перекладина. И мяч в игре. Вроде бы и долго мяч так заис над землей. Казалось, что должен успеть здесь Еремин спокойно его забрать. Но нет. Получилось опаснее, чем казалось. Угловой поддача. И едва Еремин не перепрыгнул сейчас нападающий. И так, как я бы сказал, не по-товарищески Еремин воспринял это соперничество в воздухе. Оттолкнув Барышникова, который воздух это сам у него выиграл. Но мяч переправить не сумел. Тем не менее, Еремин последнего мяча коснулся. Будет угловой удар. Готовится к подачам. Три игрока приоритетов штрафной соперником. Еще один на подборе. Поддача следует... Нет, это удар поворотом. Но удар вратарь отражает. Здесь два человека пролетели мяча. И в итоге тот беспрепятственно дошел до голкипера. Торпеда Гагаринск. Пока не получают вот эти вот забросы от вратаря торпедом. Мало их доходит до адресата, а еще меньше оказываются в итоге потом удачными. С точки зрения того, удалось ли зацепиться за мяч. Пока низом и перегрев пас больше получается у торпеда. Фомин. Остается с мячом торпеда. Кулиев. Насун Суа. Вот еще дальше. Но мяч перехватывается. Быстрый ответ. Получится ли здесь? Балуда. Шел к этому мячу и упустил его. А тут замена. Очередная замена у торпеда. И снова появляется Шуяков. Вместе с ним и Люличев. А также Гребенников. Да, активно пользуются заменой, конечно, тренерский штаб торпеда. Пытаются они дезориентировать как-то тем самым с его соперника и заставить ошибиться. Но пока в обороне действует неплохо. Приоритет чего-то такого опасного в больших количествах. И с такой довольно частой постоянной частотой мы тоже не видим. моменты возникают от случая к случаю. И опасными тоже из них многие не являются. Аут. Будет водить торпеда. Назад. Вброшен мяч. Длинный заброс вперед. Головой действует защитник. Передача. Перехвачена передача. Сейчас пытался отыграться. Воблов с партнером, но едва не подкараулили его ошибку. Ну и вновь заброс вперед. Здесь нужно корпус ставить. Борожников здорово. И что, второй пенальти? Нет, на этот раз нет. Хотя, мне кажется, этот момент был ближе к пенальти. Не берут судить, было ли там нарушение или нет. Тяжелый момент. Тем более, не самый удачный у нас есть обзор. Для того, чтобы выводы какие-то делать однозначные. Но если вот здесь у тебя поставил пенальти, а там нет, то я бы меньше удивился однозначно. Но да ладно. Нас травм получил тем временем 18 номер команды торпеда. Это Денис Рыгалин. Не может он подняться. Ногу у него свело, судя по всему. Судя по действиям его партнера по команде, который оказывает помощь. Да, непростой матч у нас сегодня. Много игры без мяча, много беговой работы. Поэтому могут подводить. Конечно, многим такое мы в виду имеем. Ау, торпеда вводит. Неплохо. Фомин сейчас позицию вроде как выиграл, но не зацепился. А сейчас заброс на Сологуба. Сологуб назад. Вперед заброс. Хорошо, удается за мяч зацепиться. Барышников. Можно и бить поворотом. Почему бы и нет, но тут уже два игрока соперника на пути мяча. Фас налево. Водача в штрафную, но здесь только игроки торпеда. Ну и ответ. Быстрый от торпедовцев может получиться. Нужна передача в штрафную площадь. Прострел накрыт. Но подбор остается. За торпедовцами. Фомин. Но дальше не опасно. 10 небольших минут осталось играть в этом матче. Счет равный и счет полностью отражает события, которые мы можем смотреть в этом матче. Пока не вижу, что кто-то наиграл на победу, да и на голы в том числе. Но все еще может измениться в эти оставшиеся минуты. Поэтому нужно максимально сконцентрировано действовать игрокам в воронье. Сейчас очень здорово. Сологуб сыграл. Может пробить поворотом. Что он и делает. Но в другую семерку попадает. На пути мяча. Дени Гераев оказывается. Угловой удар. Приоритет исполняет. Низом не получается. И сейчас Фомин один совершенно. Отыгрывается здорово с партнером. Еще дальше передача. Шуйков. Затянул. С пасом. Только вот сейчас перевел направо. Здесь уже 12 номер. Илья Чикалин. Ну и потеря. Потеря. И в итоге уже 3 в 4 может получиться атака. Приоритет. Она не получится. Но не просто так она не выйдет. Потому что был фол. И желтая карточка. В руках главного арбитра. Абсолютно оправданное предупреждение. Получает. Желтую карточку. 70. Посмотрим какой номер. 77. Да. Действительно. Это. Федор Гребенник. Штрафной удар. Приоритет будет исполнять. Воблов у мяча. Можете пробить отсюда. Можете разыграть. Здесь есть неподалеку партнер. Может Янаков здесь помочь. Но нет. Удар по воротам следует. Еще здесь рикошет на рикошете. В итоге покидает мяч пределы поля. Угловый удар. Неудачно. Но мяч остается у приоритета. Янаков. Ну и все. Момент упущен. Заброс мяча вперед. Достанет ли мяч? Нет. Перелетает сейчас. Ох как здорово. Сыграл. Пятый номер приоритета в данном эпизоде. Виктор Баалуда. По бароне очень эстетски так перебросил своего соперника. Хоть и опасно это было. Но сработало. Значит винить игрока не в чем. Но впредь надо конечно поаккуратнее действовать в собственных ворот. Барышников. Неужели мяч сохранит в поле? Сохранил и получил по ногам. По мнению скамейки. Команда приоритет. Но мнение это не совпадает. С главным судьей. Который дает играть. Вновь в довольно спорном моменте. Очередная замена. Торпеда. Макдыч появляется. Вперед заброс мяча. Подбор остается. За командой. Приоритет. Но тут же правда они его пускают. Макдыч. Подлевый убирает мяч. Бить неудобно. Отдает дальше. Вот это не знаю. Постабугли удар. Но в любом случае получилось неудачно. Жесткий стык сейчас. Едва не отобрали. Игроки торпеда мяч. Свечка над стадионом. Выигрывает. Воздух сейчас воблов. И снова он. Первый на мяче. Игрорукой здесь не было. Почитает арбитр. Но от воблова задавили. Или воблов. Нет, воблов сам фалил, да. В игрока. Показал арбитр. Такой грандбольный скорее термин. Передача пяткой не проходит. На едва отскок не сыграл за приоритет. Можно было забивать. Но защитник здорово подстраховал. А здесь что? Здесь тоже фол. И так загорают за страсти. Считают, что сам здесь падал воблов. Но судья уже в своем решении принял. И менять его не будет. Магдач у мяча. Десятый номер. Попадает в десятку уже со стороны торпеда. Как раз-таки прошу прощения. Как раз в Магдач и попали. Билд по воротам барышников, разумеется. Поддача на месте. Кулаками голкибер в мяч выбивает. Может получиться быстрая атака. Нет. Успевают вернуться защитники. Ну и пас назад. Меньше пяти минут играть во втором тайме. Водит мяч из-за боковой. Ракета-орпеда. Хорошая скидка. Удар по воротам. И голкибер с первого с мячом не справляется. Но на второй уже намертво его забирает. Ну и что? Атака от приоритета получится ли? Барышников. Ох как. Жестко сейчас сыграно. Но в рамках правил продолжают какое-то недовольство выражать арбитру игроке и тренерский штаб приоритета. Читая, что ну так свести не в их сторону хотя после я уже зарекся не говорить о пенальти но все-таки после того случаясь пенальти я думаю говорить о судействе наверное не излишне в этом матче. не проходит пас но будет штрафной удар хорошая точка очень удобная для удара берет сразу же мяч Владислав Сологуб никто кроме него к мячу не подходит напутствовал так его сейчас Бородин стукнул по спине и Сологуб будет бить штрафной за 3 минуты 20 секунд до конца второго тайма этого матча всего 2 игрока в стенке но это интересно нет, все-таки 3 да 2 маловато очевидно ставят 3 в стенку Виктор Еремин Сологуб бьет поворотом слишком сильно точка была хорошая Сологуб это понимает так раздосадован после этого непопадания просит арбитер мяч вводить в игру побыстрее не затягивать играть все-таки немного осталось сейчас кажется задержка убирает отнимает точнее от игрового времени матча приличное количество времени атака приоритета приоритет смотрится поживее в концовке подача сильная никто не достанет этого мяча мяч предела поля покидает удар отворот 2 минуты ровно до конца последние возможности у команд из этой игры вытянуть больше чем 1 очко но хотя 1 очко в данном матче может считаться успехом потому как игра развивается для тех и для других но об этом пока говорить не будем до финального свиска дождем все-таки окончание матча расклады уже смаковать времени совершенно нет удар отворот приоритет будет исполнять на ближнего розыгрыш но здесь уже и торпеда большими силами идет в прессинг правда этот прессинг легко разбивается и атака может получиться с лагу передача на Филонова Филонов кому отдать забрасывает вперед неплохо и бить можно с левой ноги удар и гол 2-1 забивает приоритет в самой концовке этого матча вот это да вот это концовка между ног предательски мяч проскользнул галкипера команды торпеда и оказался в сетке 2-1 но не все еще закончено а это кстати говорят дубль Алексея Барбышникова несколько десятков секунд еще осталось плюс что-то судья добавит нужно бежать вперед команде торпеда стремится как-то спасти уже ну теперь уже только одно очко если до этого можно мечтать о чем-то большем сейчас хоть что-то получить в этом матче уже будет за счастье но не удается естественно долго еще с мячом будет находиться Каблоев только сейчас его вводит в игру заброс вперед но кстати говоря в первом тайме судья дал еще очень много переиграть из-за остановок сейчас можно сделать то же самое поэтому торпеда не нужно конечно раскисать нужно еще бежать вперед пытаться как-то на эту игру воздействовать может быть правда не так много было остановок как в первом тайме поэтому такого количества игрового времени переигранного мы не увидим но пока что только арбитр знает сколько осталось играть потому что время основное уже завершено судья смотрит на часы все чаще и чаще по-моему две минуты как мне показалось он показал но не знаю как еще раз оценивать этот жест от судьи тем не менее время еще есть у торпедовцев на спасение заброс вперед игра головой мяч доходит до Барышникова здесь вновь свеча и вновь мяч зависает над полем оказывается он за пределами этого самого поля приоритет долго его вводит в игру на Брижнего заброс владения мячом никаких атак но вот так вот потеряли мяч и нужно бежать назад нужно дофалить судья не фиксирует фол любопытное решение тут уже претензии предъявят игроки тренеры торпеда тоже момент довольно спорный а сейчас на третий был заход но гол мы не увидим заброс вперед чей мяч мяч уходит за пределы поля есть еще несколько секунд какое-то время на одну две атаки у торпедовцев нужна передача да она проходит еще бы дальше отдать пас здесь Гераев забрасывает нет это был не он это был федор гребенников неважно в любом случае пас пошел в никуда и конечно же долго-долго будут воедет мяч в игру никакие приоритеты а я вижу свисток уже во рту главного арбитра этого матча и он возвещает о том что эта встреча завершена трудовая победа командный приоритет за счетом 2-1 тяжелая встреча и мы поздравляем реалитет с этой тяжелой победой ну а их соперникам желаем не раскисать и продолжать дальше свое шествие по турниру на таблице во втором дивизионе а юго-западной лиги для вас до встречи прокомментировал Владимир Злотин оператор трансляции Михаил Фомин режиссер трансляции Илья Бадакин до новых встреч на матчах любительской футбольной лиги на ЛФЛ ТВ КОНЕЦ